Ну вы все знаете, что транзит через Беларусь в интересах Еврозес мы осуществляем. На границе Беларуси Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей и при том очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большие грузы, которые транспортируют через Беларусь, ваше государство, прежде всего, товары. Определили места стоянок и отдыха для этих людей с полным контролем за ними. Определили места заправок для этих больших грузов. Словом, препятствий нет никаких. Более того, не было случая, чтобы мы запретили въезд гражданам ваших стран, да и вообще любых государств при соблюдении тех правил, которые установлены в Беларуси. Я полагаю, что в данной ситуации нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности. Мне кажется, что какой-то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси, а неплохо было бы определить этот коридор через Россию, Казахстан, в Армению, Кыргызстан и так далее. Например, предлагается установить маршрут исследования, на них определить отдельные пункты остановок для заправок автотранспорта и отдыха водителей. В таких пунктах ввести особый режим санитарно-противоэпидемических мероприятий, примерно как это сделано в Беларуси. Этими каналами смогут воспользоваться также наши граждане, которые возвращаются на родину. Беларусь действует ответственно. Мы не закрывали границу и по мере возможности помогаем людям вернуться домой. Во-вторых, что касается единых правил регулирования внешней торговли, единое правило является ядром функционирования нашего Союза. В исключительных случаях возможны отступления. Но в целом нужно сохранить практику принятия согласованных решений. Прежде всего, это касается удовлетворения внутренних потребностей на товары с повышенным спросом или от которых зависит жизнь и безопасность наших граждан. В первую очередь, это товары медицинского назначения, препараты, оборудование, средства защиты. Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей Союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке Союза. То же самое касается и других видов помощи для наших граждан. Как никогда высок риск разрушения основы любой экономики, промышленности и ее производственных и кооперационных связей. На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано под угрозу, можно даже неосознанно с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки. Вы уже заметили, даже те так называемые демократические европейские страны и Соединенные Штаты Америки, я уже не говорю о Китае, они очень быстро спохватились и сегодня, находясь некоторые на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад соответствующие меры экономического восстановления. Потому что в европейских странах, мы это видим уже в средствах массовой информации, все больше и больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в таких обеспеченных странах появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сегодня двигаться путем, который приведет к разрушению экономики. Третье. Сегодня крайне важно принятие действенных мер, направленных на реальное углубление промышленного сотрудничества. Если мы используем в производственных процессах сырье и материалы друг друга, то такие операции должны взаимно признаваться при субсидировании конечной продукции. Поэтому сегодня, как никогда, актуально жесткое поручение правительствам внедрить соответствующие нормы в национальное законодательство о промышленных субсидиях. Кроме того, такое решение будет способствовать снятию следующей, уже очередной для всех проблемы. Большинство международных экспертов сходятся во мнении о градующем недостатке продовольствия после пандемии. Масштабные карантинные мероприятия по всему миру нарушили производственный цикл выращивания сельскохозпродукций. В последнее время повышенный спрос на продукты питания отчетливо показал, что этой темой нужно заниматься на нашем высшем уровне. Приняв свое уменное решение, мы сможем обеспечить достаточный объем производства продовольствия. Нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного, макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности. Для этого следует быстро адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные нужды экономики. Фонду надо поставить задачу и дать право оперативно принимать решения об упрощенном порядке предоставления помощи. Кстати, все международные финансовые и экономические организации это уже сделали, в том числе МВФ. Это могут быть суверенные займы, стабилизационные кредиты, грантовые средства на поддержку здравоохранения. При этом Евразийский банк мог бы также поддержать своих заемщиков из наших стран путем реструктуризации долгов по реализуемым проектам, предоставления льготного финансирования по точечным вопросам, проработки дополнительных механизмов оперативного реагирования.